Здравствуйте, родные мои. Кто мне не рад? Тоже здравствуйте. Вот вам есть такая клятва Гиппократа. А теперь представим картину Репина. Сейчас попробуем так объяснить. Допустим, некий человек, ну допустим, лично вы, решили написать какое-то нарабочение, закон, клятву, для поколений, для своих детей, для своих учеников, для кого-нибудь. Сначала будете писать, потом понимать, что надо что-то короткое, что-то такое смысл. И в конструкции вы будете переписывать, перечеркивать, чтобы там попроще и чтобы... И в конструкции вы напишите так, просто примеры так вот. Делай это, вот это не делай, это делай. И оставить только важные слова, которые нужны. Вот эти предложения нужны. И даже местами поменять их не всегда получится. Что-то сделать просто на мною правильное. А представьте, вот эти потомки ваши. Допустим, вас зовут, допустим, Клава, там, и Клавди, или кого-то там зовут. Они некоторые абзацы, некоторые вот эти предложения, которые мешают из-за их наращивания, из-за их личной неприязни. Они просто вырезали, выбросили из вашего вот это... И говорят, вот это вот приказы или клятва Клавдия. Ну, согласитесь, это бессовестные существа, потому что вырезанное это уже не ваше клятва, не ваше предложение. Потому что вырезали, а это важное было для вас. Именно важное. И это нельзя говорить, что это уже ваше клятва или Клавдия. Потому что из похаблено уже важное что-то вытащено. Так вот, клятвие Гиппократа оставили чушь всякую. Почитайте клятвие Гиппократа. А самое основное, что он сказал Гиппократу, никогда ни одной женщине не давайте абортных средств, чтобы не было абортов. Он так и пришел. И это вырвали из наглой морды твари. Орут. Это клятва Гиппократа. Клянутся мне. Вот так-то рады мои. Подписывайтесь. Еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные. Субтитры сделал DimaTorzok.